Добрый вечер всем! В эфире Hard Talk и непростые разговоры о важном. И сегодня новости недели мы обсуждаем с народным депутатом Украины Анной Габком. Здравствуйте, Анна. Вот чуть не сказала с народным депутатом от фракции Самопомощь. Но, увы, это уже не так, поэтому вот с этого и начнем. Вы фактически пошли против своей фракции и проголосовали за изменения в Конституцию. Это вызвало много разговоров, много домыслов, много дискуссий. И ваши все объяснения были неизменными. Я сделала это потому, что считаю, что это единственные минские договоренности, это единственный вариант прекратить войну и принести мир на Донбасс. Но что такое, Анна, минские договоренности, вот минские соглашения, между кем и кем они? Могут ли они являться субъектом международного права? Дякую, Наталья, за это первое запитание. Насамперед хочу уточнить, что стране потребна децентрализация. Это ця обетянка, с которой шли на позачергою парламентские выборы все политические силы, которые очень четко говорили, что будет сближение финансирования денег на местные громады. В этом году парламент сделал фактически финансовую бюджетную децентрализацию, когда позволил громадам на местах лишать больше денег, там, экологический податок и другие податки, и мы уже побачили сбільшение надходжений. И очень много мер, даже не знаю, что с этими надходжениями делать, потому что отсутствуют стратегии развития конкретных мест. Поэтому, первое, чему для меня важливо было, это сбільшение повноважений и руйнувание вертикали, которая всегда была. Плюс, когда мы ездили под час позачерговых выборов, в каждом селе, в каждом месте, особенно если ты заезжал в Миколаев, когда ты ехал из Миколаева до Кривого дорогу, там жахливые дороги. И когда ты питался, слушайте, чему в таком промисловом индустриальном регионе яма на яме, кто-то крадет, но не мает конкретно ответственность. Фактически через децентрализацию мы не только даем сбільшение повноважений местной влады, сбільшение финансовых ресурсов, а мы обязываем их давать ответственность на вопрос, как вы будете заработать деньги, как вы будете их вытачать. И теперь все вопросы не до Киева, а конкретно до мера, до обраних местной громадой представителей влади, которые будут на местах. Поэтому это был первый и важный для меня. Плюс, если вы посмотрите опитывания людей, то люди хотят бачить державу унитарною, но с расширенными повноважениями регионов. Поэтому вопрос о децентрализации стояло для меня первичным. Другой вопрос – это довести всему миру, что через мирное регулирование ситуации на Сходе мы, как Украина, способны показать, что здесь российский агрессор. И Украина не могла показать, что она ненадийным партнером, что мы не выполним свою частину. Партнером кого? Партнером. Вот если говорить о Минских договоренностях, они уже опубликованы и они… Они были опубликованы еще в лютому, когда произошел Минск. Нет, там в лютому были опубликованы только пункты, 14 пунктов. А сейчас уже опубликованы аутентично, просто с подписями совсем. И там непонятно, между кем и кем договоренностей. Потому что там нет подписей, скажем, президентов страны. Между кем и кем, между какими странами эти договоренности. Кому мы, собственно говоря, должны, перед кем мы имеем обязательства? Попри все, что очень много людей не понимают, и, возможно, многим, и мне так же не подобаются Минские договоренности. Но тогда, когда были обстрелы, после того, когда обстрелы Донецкого аэропорта, когда была Волновага, когда был обстрел мирных жителей Марьёполя, под тиском куль, фактически, Украине обещали и дали гарантии. Канцлер Меркель, президент Оланд и Путин также обязался, а, остановить обстрелы, не идти дальше за Марьёполь. И, благодаря Богу, когда все люди жили в стрессе, что будет дальше, или Путин пойдет за Марьёполь, Одессу и на Киев, или будут авиабомбы, нам удалось уменьшить количество обстрелов. Почему если Путин дал гарантию, нет его подписи, нет подписи Порошенко в Минских договоренностях? Почему там есть подписи каких-то непонятных жуликов? В этой подписи непонятных жуликов никто никогда не визнав и свят, как этого хотел Путин, чтобы ДНР и ЛНР стали стороной перемоги. Цего не стало и никто не сидел за стены. И даже сегодня, когда происходит встреча Климкина, мы не видим представителей ДНР и ЛНР. Мы видим, что есть дополнительная тристоронняя контактная группа, в которой есть четыре блоки, в частности политический, безопасный, гуманитарный. Иде вопрос уже обговорения ситуации на Сходе. Можете документы читать, если нет подписи субъектов конфликта? У нас конфликт с кем? С Россией? У нас очень четко парламент Украины визнав Россию державой агрессором. Почему там нет подписи тогда гарантийной стороны России? Мы знаем, что в Минске два ключевые гарантии, которые были между четырьмя президентами, когда тривали перемоги больше 18-ти годин. И это была специальная технология Путяна на фактичное виснажение и Меркель, и Оланда для того, чтобы они пропустили деякие пункты, прописали там ДНР и ЛНР. В этом документе, который был оприлюднен... То есть вы не знаете, почему там нет подписи Путяна? Ну, ключевой документ, который был публично оприлюднен, по которому мы действуем сейчас, и который, соответственно до конца этого года, соответственно до этого документа, мы очень надеемся, что сейчас, вважаючи на затишье, яке есть, что наступным кроком будет отведение оружия, важной артиллерии, и это вопрос, разумно, Генеральной Ассамблеи ООН, это вопрос в жовтне, на начале встречи в Париж, четырех президентов, для того, чтобы четко понять, как Россия забирается опять из украинской территории, которая тем временем окупирована. Ну, правильно, это вы говорите то, о чем хотелось бы. Но можно ли считать Минские договоренности документами? Наташ, при чем тут можно считать или не можно считать документ? Путяна нет, дальше за Мариуполем, количество жертв, которые раньше были 40 людей, умирали в день и так далее, сутки снизилась. Украина выиграла час, для того, чтобы этот час инвестировать в посиление своей украинской армии, для того, чтобы сделать инвестиции в украинскую экономику и иметь возможность вырабатывать оружие, в Украине, для того, чтобы санкциями дотискать Путяна. Потому что час, насправді, грая на користь Украины. Вот вы очень сказали интересную вещь. А может быть действительно этот путь, когда Путяна просто дотискали бы санкциями, а не шли у него на поводу и вносили в тело Конституции законы, которые должны временно носить какую-то, да? Закон о самоуправлении Луганской и Донбасской области, почему не мог быть просто законом? Зачем вы нужны было вносить в тело Конституции? Просто відповісти насправді. Вы сказали, мы пошли в Путяна на поводу. Знаете, когда на поводу на поводу у Путяна? Пошли и так далее. Дуже важливый результат. Ихай все політики, которые маніпулюют конкретными речами, забезпечить результат. Это не один из таких речей, но он был принят еще парламентом минулого в том, что Путин, сейчас, пытаясь всем мире показать, что террористы уже не обстреливают, а он выполняет первые пункты Минской договоренности, должен делать следующий крок. Вводить тяжелую артиллерию. Вводить своих, реально, війська Росии на территории. И это один из наших тактичных кроков для того, чтобы мы могли очистить эту территорию. Зокрема, после того, как будут отведены войска, после того, как будут отбраны сепаратисты и террористы, после того, как Украина в таком способе будет повертать контроль над украинско-росийским кордоном. И поэтому нам очень важно сейчас говорить о том, что есть несколько программ, в частности, Европейского Союза, о эффективности менеджмента на контроле. Закон о самоуправлении в Луганске и Донецкой области был проголосован на семейный память 16 сентября 2014 года. И вы, наверное, помните, да, как он голосовался? Так, я помню. Помните особенности. Вы помните, что была отключена система Рада, когда Турчинов голосовал этот закон? Наталочка, что вы мне сейчас с этим хотите сказать, что он был проголосованный? Нет, я спрашиваю только помните. Давайте я хочу говорить про будущее. Понимаете, вы нас намагаетесь закинуть туда. То есть вас не смущает, что он был проголосованный с нарушениями? А я хочу говорить, понимаете, так само были харьковские угоды проголосованы. Так само были проголосованы депутатами віддания Чорноморского флота на 40 лет в Росее. Дуже много вещей было сделано уже когда-то кем-то. А меня интересует сейчас, как Украине стать субъектом геополитики. Как выйти, а не кидать на зал. Если я сейчас проголосую, законы 16 сентября были приняты парламентом, которые привели к убийству на Майдане и так далее. Хотелось бы, чтобы так не голосовали больше. Хотелось бы, чтобы не нарушали экзамен. Я вас полностью поддерживаю, что очень много чего хотелось бы. Но нужно выходить из тех реалей, в которых мы есть. Мне так же не понравилось. Я была из тех, кто, например, давали русский язык статус другого языка. Я так же была против того, что выступало. Но это уже страницы, которые перегорнуты. А нам, и это проблема всех украинских политиков, что они заглядают в минуле, и вместо того, чтобы выяснивать и делать из минулых ошибок, они начинают, смотря на минуле, те же самые наступатые граждане. Я очень хорошо понимаю ваш настрой. Даже, может быть, его поддержали бы. Но дело в том, что на основании этих совершенно недавних событий, уже после Майдана и вот таких голосований, мы сегодня уже вносим голосование, так сказать, вот эти законы в Конституцию. И это не так безобидно, как это кажется. На этой неделе на сайте ЦВК появился список партий, которые приняли решение баллотироваться на местных выборах. И вы, наверное, знаете, что появилась новая партия. У нее такое название МММ, я там не помню точно, как она расшифровывается. И не сильно запоминала, честно говоря. Главой этой партии числится знаменитый Пушилин Денис Владимирович. Это, вот, не нельзя сказать, что это результат минских договоренностей и того, что мы им разрешаем. Это на сайте ЦВК украинском официально. Я знаю, что сейчас там идет оточнение информации. Зокрема, певные заявки уже сделала и комитет выборцев в Украине, и громадская организация «Опора», для того, чтобы всю эту ситуацию, которую раздули медиа, полностью расставить крапки над ей. А что, что раздули медиа, там не было Пушилина в этом списке? Я вважаю, что ЦВК разом с громадскими организациями мают разобраться в этой ситуации. Ну, то есть, вы согласны, что это скандальное довольно появление Пушилина в этом списке? Я очень хочу, что порядок с законами декоммунизации, которые мы приняли, когда участия не будет коммунистических партий, я думаю, что такие же, как эта партия, так же они будут допущены до выбора. Поговорим о ваших взаимоотношениях с самопомощью. Я думаю, вы были номер один в списке, да, и вы были тем человеком, который был, в общем-то, таким знаменем партии «Самопомощь». Поэтому, конечно, я вам должна задать обязательно этот вопрос. Вы с самого начала были настроены голосовать за Конституцию? Потому что, говорят, ваши коллеги говорят в таких неофициальных разговорах, что с вами встречался несколько раз президент, и с вами велись какие-то разговоры и так далее, и так далее. Насколько это соответствует действительности? Когда была Рада Коаліції, и на этой Раде Коаліції, как раз перед голосованием, на Раде Коаліції появился президент, премьер Турчинов, и были все представители фракций, керевники всех групп, включено с оппозиционным блоком, когда обговорилось это вопрос. Тогда, впервые, у меня была возможность поставить президенту три вопроса перед тем, как остаточно голосовать. Но уже до того, спілкуючись, как глава комитета о закордонных справах с различными и международными организациями, и анализируя текст, который был подан президентом, и тот текст, который разработал «Самопомощь», в течение, где было здействие самоврядувания в окремих районах президентского варианта Луганской и Донецкой областей, варианта «Самопомощи» была без Донецкой и Луганской областей, что было абсолютно неприятно. Поэтому, спираючись на думку юристов, спілкуючись с Венеційськой комиссией напрямую, понимая, что их выяснили, которые были, маючи возможность поспілкуваться и поставить три вопроса президенту при всех, и свидетелями моих вопросов президента была исключительно вся топ-верхивка парламенту, и до того у меня уже было внутреннее решение, потому что я, базуясь на каких-то решениях, я всегда реалистично подхожу к тем, что я говорю о том, что перед тем, как вы пойдете на выборы, очень многие партии вас приглашали в списки, но выбрали вы самопомощь. Вы с ними обсуждали условия того, что вы будете в этой фракции, что вы будете иметь право голосовать, так как вы считаете нужным, что вы будете иметь право иметь свое мнение. Вот как вот это внутреннее, так сказать, дыхание и внутренняя жизнь фракции, она на каких условиях формировалась? Ну, если вы зачепили тему президента, то, что его рассказывают коллеги, то, насправді, президент пропонувал мне еще сразу после инаугурации працювать в администрации президента, ответственность за действие реформ, потому что тогда я была как співзасновник и координатор реанимационного пакета реформ, и очень важно, чтобы была координация. Я отмолилась, я не пошла. Вам предлагают также министерские партфели, я знаю. Мне было министерские, потом была пропозиция пойти в список блоков Петра Порошенко. И все-таки как вы договорились с фракцией? Ну, я не с фракцией домовлялась. Я домовлялася із лідером партії еще перед тем, когда была возможность с садовым. Власне, мы тогда, на тот момент, были очень четкие обязаны. Первое, мы угодируем кандидатов, у меня есть право в это. Другое, жодных финансовых обязанностей я не маю. Третяе, кто даёт финансирование, я также маю быть в курсе этого. Четвертое, мы прописываем конкретную программу партії, яку презентуемо суспільству, потому что тогда самопомощь была как политический проект, платформа, на которой объединялись разные громады. А говорили ли вы, что вы можете иметь свое мнение по любым вопросам? Нет, тогда никто не думал наперед, от как будут развиваться поделения. Правильно ли сделали самопомощь, что вас включили? Как вы считаете? Это их решение. Ну, ваши ощущения? Знаете, я за внутреннюю партийную демократию. Смотрите, вы не первый человек, кто исключён из фракции самопомощь. У вас это случилось с Ириной Сусловой, которая тоже проголосовала, так как она считала нужным, была за это исключена. По-моему, там было голосование по Шокину или что-то такое, да? Скажите, вы тогда были за то, чтобы её исключить из фракции? Вы голосовали за её исключение из фракции? У меня не было тогда на заседании фракции. Ну, в принципе, ваша позиция какая была? Смотрите, с Ириной Сусловой была абсолютно инша история. Ну, вы были за или против, Анна? Тоди за выключение Ирины Суслова, и, здаясь, так, да. Ну, получается так, смотрите, что Ирина Суслова не могла иметь своё мнение, потому что тем самым она нарушала фракционную и партийную дисциплину и подводила своих товарищей фракции. А вы же, там, не только вы, ещё ваши четыре коллеги, четверо, ещё пять человек. Ирина Суслова не выключила за то, что она голосовала против прокурора. Вот это ключевая месседж. А за что её включили? Вы достаточно непроинформованы, запитайте, пожалуйста, керевника фракции Березюкова. Ну, вы же можете сказать. Вы же открытый демократичный политик. Ну, открытый демократичный, но вы, как журналіст, можете поставить это вопрос Березюкову, потому что я не был членом сейчас. Жодной, и в том числе самопомощи. И фракционные речи, тобто, якщо бы вы хотели, вы бы до эфира готуючись поставили Я ставила этот вопрос Березюкову. И он сказал, что она была исключена именно за это. Вы говорите, не за это. Поэтому, естественно, по логике вещей я вас спрашиваю, а за что же тогда? Я не хотела бы марнувати свой час на какие-то минулые речи, что стосуются самопомощи и их выключить. Понятно. Поговорим об Ахмадите. Это большой ваш проект. Да, и я обязательно планировала задать вопросы, потому что это большой проект, который сегодня фактически не двигается. Вы были наблюдателем в Совете Ахмадита еще с давних времен. С 2011. Да, это еще были времена Азарова, насколько я помню. Как вы попали в этот наблюдательный совет? Все очень просто. Когда я родила свою дитину, и тогда материнство, оно абсолютно изменяет твое ставление до детей. И когда ты ехала в метро, я побачила фотографии хлопчика, которому потребно было 150 тысяч евро на трансплантацию кисткового мозга. Потом, открывая газету «Голос Украины», я бачу еще одну историю девчинки. Я завжди жертвовала там. В разные суммы, не буду их вказывать. Но тогда у меня возникло вопрос, что этих детей так много, а твоих возможностей помогать очень мало. А кто вас пригласил на наблюдательный совет? То есть вы сами себя пришли и предложили? Нет, я хочу рассказать очень коротко. Тогда я начала думать, оскільки я занималась решением проблем системно. Потому что помогающий одний дитине может померти 10. Я начала с вопросом, как сделать так, чтобы украинские дети эффективно лековались тут. Я поняла, что нужно, первое, современная детская лекарь, потому что те корпусы, которые сейчас есть более 100 лет, они абсолютно в вентиляции не допомагают. Нужны лекаря, которые будут уметь делать трансплантацию кисткового мозга от родственного донора. Потому что мы сейчас отправляем детей в Белоруссию и в Россию. Третий, очень важно, приедемо к Украине до международного реестру доноров кисткового мозга. И потребует сучасное обладнание. Тогда я начала, когда мы огласили кампанию «Наши дети», мы посбирали много пациентских организаций, что нужны системные изменения, не просто допомога, как это делают таблеточки. И очень спасибо Оле Кодиненко за то, что они собирают деньги и отправляют детей за кордон. Кто же вас пригласил в наблюдательном совете? Тогда была Олена Мацибов, благодейный фонд «Крона», который помогал. Потом Оксана Курчинска, заступник головного лекаря, который сейчас есть. И так я попрошу. Так кто-то из них пригласил вас туда в наблюдательный совет? Олена Мацибов, Оксана Курчинска. Я почему спрашиваю так подробно? Потому что ситуация же там скандальная. И вы с 2011 года знаете эту ситуацию. Задача была построить и оснастить детскую больницу, как вы сейчас перечислили, все благородные цели. Туда шли целевые средства Кабмина. И шли в больших количествах. Квиташвили сказал, что украдено, если мне память не извиняет, больше 200 миллионов долларов. Но вы же там были в этом наблюдательном совете и вы имели возможность контролировать подрядчиков, контролировать, куда идут эти средства. Имели вы такую возможность? Ваши питания очень предвзяты. Почему? 200 миллионов долларов... Ну, наблюдательный совет, он же наблюдает. Наблюдательный совет не мав отношения до будильництва. Это была опекунская рада. Вот, если бы вы меня запитали перед тем, мы бы лучше подготавливали ваши запитания до меня. Ну, информация же была. Потому что это была опекунская рада, саме центру трансплантации кисткового мозга и онкогематологических заболеваний. Позднее уже, и наше ключевое задание, когда пришло, то мы, когда увидели, что будет строительство, доступа до документов не будет. Мы начали писать через депутатів, потому что тогда я еще не была депутатом. Зокрема, Лесю Оробец, Валерия Дубеля, Иру Геращенко. А когда вы писали? Писали запит на Азарова щодо того, как эти гроши выстроятся. А в Генеральную прокуратуру? В Генеральную прокуратуру також. Дуже много запитов. Там было десятки переверок и так далее. Что очень важно. Попри то, чтобы вы делаете сторону снова в минуле, Азарова и так далее. Сучасная дитячая лекарня нужна дитям была еще 24 лет назад. И она нужна сегодня и нужна будет завтра. Зважаючи на то, что количество детей важных уходов суттєво увеличивается. И тому сейчас, в этом году, украинские парламентарии смогли в бюджет закласти 500 миллионов. Но всегда были певные нюансы. Те гроши потрапили чемусь на грудень. И мы домогалися и с Яреськой, и с Яценюком, чтобы эти гроши швидше. Мы залучили не сейчас, а еще давнейше Transparency International, Центр протидії коррупции, для того, чтобы отбывались торги, в частности, по Ахмадиту. Тому наше ключевое завдание за 24 года независимости было больше 11 проб побудовать сучасную дитячую лекарню, которая стала точкой росту для медицины, куди б з региона могли приезжать лекарь. Тому, поверьте, весь скептис, кто бы не будывал, Катерина Ющенко також закладала фундамент феофанії для того, побудувати лекарню. Тому в вашем вопросе я уверена, это было за часи Вазарова. Мне байдуже. Нет. Кто пытался, когда будувати? Мне важно, чтобы украинские дети решили отримать. Анна, я вам задаю вопрос, потому что вы в наблюдательном совете. Наблюдательный совет это не просто родительский комитет. Это достаточно мощная организация. Это опекунская рада. Опекунский совет и наблюдательный. Есть большая разница. Наблюдательный совет спостерегает за тем, а мы опекунская рада. Мы, как опекуны. А вы что делаете? миллионов гривен из бюджета. 450, не больше. За эти деньги было куплено линейный проскорюч и полностью построено коробку и фасад. Это деньги, которые вытрачены из бюджета. Сейчас, в этом году, еще дополнительно 500 миллионов гривен, которые при залучении Центра противодействия и коррупции, Transparency International, международная организация, для того, чтобы провести торги прозоро, в законный способ и публично, чтобы можно было поделиться. То есть у нас есть надежда, что на этот раз не будет коррупционной схемы осуществляться, которую говорил министр здравоохранения. Министр здравоохранения брал участь в Укренформе на презентации и на оголошении тендерей по добудове завершения будивництва нового корпуса сучасной лекарни Хмадит. Ви взяли его старую цитату, когда он только пришел и стал министром, и еще не разобрался в ситуации. Правильно, это же все происходило тогда, когда вы... Я прекрасно понимаю, но это его цитата, когда он еще не разобрался. Возьмите его кращую цитату, когда он уже в Укренформе и разом сидит с представником Transparency International и закликал різні компанії взяти участь для того, чтобы до кінця року завершити будивництво. Зараз мы ведемо перемовини з різними посольствами, з різними дипломатами, чтобы потом, когда будет завершено нарешті будивництво Охмадиту всередині, все работы будут здействованы. Когда планируется завершить обладнание? Я очень надеюсь, что на осень наступного року мы сможем... Осенью 2016. Бо насправді лекарня мала бути открыта 2012-го року. И проблема в том, что щороку мы по 50 миллионов витрачаемо в долларах для того, чтобы лекарствовать детей через різные сборы фондов, а не для того, чтобы обговорювать, что там не было. Я вам хочу задать еще несколько вопросов. И, наверное, вы знаете, что там задам эти вопросы. Очень много обсуждался певной закон, так называемый, к которому вы говорили, что вы не имеете отношения и там были другие авторы, действительно. Но вы же не можете утверждать... Но вы хоть разобрали, что я действительно не маю до этого отношения? Вы же не будете татаражувати, даже на уровне украинской правды было то, что я маю отношения, хотя я очень четко написала, кто маю до этого отношения. На сайте Верховной Рады есть же сам закон. И там есть о том, кто... И вы сами писали на своем фейсбуке о том, что вы не имеете отношения. Другое дело, что вы все-таки уже не станете отрицать, что вы были инициатором этого закону, что вы были, так сказать, локомотивом, что вы часто выступали против, так сказать, того, против потребления пива и так далее. Что вы идеологом были этого закону. Не будете это отрицать? Нет, я не была идеологом. Это идеологом был Кабмин именно этого закону. Я могу сказать, чем я идеологом я была. Идеологом того, что украинцы, особенно украинские подлитки, мают вести здоровый способ жизни. Реклама пива должна быть обмежена. Также я была идеологом того, что пиво нарешті визнали алкоголем. Не можно дурить людей, когда в пиве есть спирт, говорить о том, что пиво это такой же напий, как сик. Я как раз и наполягала на том, что, соответственно, до классификации Всесвестной Организации Охороны Здоровья, пиво – это алкоголь. В нашей стране почему-то было пиво, так же, как и напои, как сик. Хорошо ли, что результаты этого закона разорятся и разорились уже достаточно большое количество мелких пивоваров? Я даже больше скажу, что я сделала встречу в Министерстве Экономики разом с заступником Министра Экономики и с пивоварами дребными, и с великими, и с крафтовыми виробниками, где была очень серьезная разговора про то, как после того, что было проголосовано в ночь, когда голосовалось в податковый кодекс, все эти речи не согласенны. Также у меня вопрос к пивоварям. Вставайте субъектами. Если, почему вы мовчали до конца? То есть, они тоже рассчитывали, что они за два тижня, как они звукли лоббювати свои интересы, через Кабмин сможут откатать закон назад. И раз после этого, что меня абсолютно причепило до этого закону, хотя я не была співавтором, я сделала дискуссию на стенах Министерства экономики, чтобы пивовары были почуты, чтобы Министерство экономики вместе с Министерством финансов пропрацювали варианты и уже до конца этого года сделали условия, чтобы маленькие пивовары могли працювать. Вы самый знаменитый борец с курением в Украине, в нашей стране. Скажите мне, пожалуйста, в Верховной Раде уже не курят? Я не знаю, я найбільший прихильник здорового способа життя и довголетия, чтобы украинцы жили более 80 лет. Но не курят в Верховной Раде. Двичі сама разгоняла курців на третьем поверхности. Керевник аппарату очень жестко обещал, что больше курить не будет. Но это вопрос, вы знаете, очень важно, что мы проведем законы. А то, что каждый окременно порушает, это вопрос уже особенной культуры. Как человек, если человек зневажает закон, то про эту человеку очень много чего можно сказать. Но, в частности, закон, я тоже, что в Украине появился, это закон про заборону курения или освобождение помещений в кафе-баре в ресторане в Витюте Нового Дима. Это лучшая практика захисту громадского здоровья. Когда тысячи работников в кафе-баре в ресторане, а это молодые хлопцы и девчата, много из которых работают вагетными до пятого месяца, на решение могут работать в умовах, когда их не обкуривают. А нет в этом ничего символичного, что бары и рестораны мы освободили от табачного дыма, а Верховную Раду так и не смогли? Я думаю, что Верховная Рада сейчас началась реформа парламенту самой как институции и думаю, что это административная гилка, мая прорсевать над имплементацией закону. И снова же таки, каждая людина, которая видит табличку «Корите заборонено», но в супереже это показывает конкретную людину и ее ставление как законослухняного гражданина к закону, который был ухвален. Я посмотрела ваши декларации вчера. За прошлый год ваша декларация доход составил 217 тысяч гривен. Не ошибаюсь? 217. Из них 56 это зарплата. Вот это 56, по-моему, там. Не, 217 это полностью зарплата. Это все. У меня там больше декларации. Нет, зарплата в Верховной Раде 56. А, Верховная Рада. А остальное там в графе у вас преподавательская деятельность, консультация. Я хотела вас спросить, где вы преподаете, кого консультируете? Я працювала в реанимационном пакеті реформ еще за тот момент, когда там останні два месяца також в Институте масовой информации и ранее ризным международным организациям, потому что вы подавилися декларацию до моего входа в депутаты, когда я працювала 2014. Там есть поединение моего общественного деятельности уже с депутатской, где депутатская... То есть, вот эта сумма, это ваша зарплата за несколько месяцев, в которой вы до депутатства работали? Это, потому что, насправді, поревняючи зараз депутатскую зарплату, яка складает 4700 гривен, и у меня колись зарплата складала 3300 доларів, и это была зарплата с всеми податками, честно сплаченными, плюс... Ну, мы когда-то с вами это обсуждали, вы уже называли эту сумму, но... Ну, я просто хочу сказать, что, насправді, декларация, если бы депутатов зараз, в этом году будет значительно меньше, чем, скажем, в новом году. Ну, вот, если смотреть, скажем, зарплаты всех людей, которые там работают на гранты, всех общественных активистов, которые в грантовых программах, я просто хочу вас спросить, у вас нет такого ощущения, что во многом, во многом, в том, что, так сказать, именно такого рода гражданское общество формировалось в стране, виноваты зарубежные доноры, которые вскармливались определенную часть людей, которые работали на высокие зарплаты и общественной деятельностью занимались на высокие зарплаты, в то время, как общественной деятельностью во всем мире принято заниматься как общественной деятельностью, в свободное от работы время. Вы должны разделять волонтерство, когда ты помогаешь, например, допомога волонтерам и в Охмадите это была абсолютно моя волонтерская деятельность. Різные исторические инициативы, співпрация с не будь байдужим рухом, это так же была абсолютно волонтерская деятельность, за которую тебе никто никогда не платив грошей. А есть профессиональная деятельность, например, есть аналитичные центры, которые разработают законопроекты. Это требует у человека певного опыта, певного конкретного знания, особенно, если требуют какие-то тонкости в написании законопроекта и многое. Поэтому тут надо чётко размножовывать. Тогда это может уже не общественная деятельность, а что-то другое. Если человек занимается аналитической деятельностью, если он работает в центрах за большую зарплату, то возможно это уже не общественная деятельность, а просто работа за зарплатой. Вы сейчас говорите за большую зарплату. Нам нужно говорить не то, что в когось есть хорошая зарплата. Треба радиться за эту людину. Треба думать, как чтобы все украинское суспільство отримывало хорошую зарплату. Вчители, пенсионеры, лекаря, чиновники украинские, депутаты в том числе. А не говорить про то, что ой, как нам заздрясно, что громадские активисты, эксперты отримывают классную зарплату и так далее. Нам нужно строить такое суспільство, справедливое, где бы, скажемо, подвищать, а не зловтешаться. Безусловно. Мы говорим о гармонии в обществе. Мы говорим о том, что мы строим общество, где будет общество справедливости. Поэтому я не думаю, что здесь есть какое-то отношение к этому, чья-то зависть или еще что-то. И перед Блицем последний вопрос. Вашей семье вот эти 8 квартир пресловутые принадлежат, которые уже много обсуждались. Лично вам 4 квартиры принадлежат и дом. Это достаточно большая сумма. А вы довелись площадью квартиры? Да, да. Я смотрю. Там есть и 40, там есть и 30, чем-то, и 80, поддомство, и 17 метров. Я, честно говоря, наизусть не запоминала, если это так важно. Я просто хочу вас спросить. Стоимость достаточно высокая, вот если собрать этого, так сказать. А вы работали все эти годы журналистом. Ну, я не знаю, если собрать вместе, там это может быть 400 тысяч долларов в разное время, 300 тысяч долларов. Но если поделиться метраж загалом, то этот метраж будет как одна квартира одного очень много депутата. То есть все 8 квартир, разом взятые, могут сягать как одна квартира. То есть получается, что за годы своей деятельности журналистской и не волонтерской, а общественным активистом вы заработали эти деньги? Ну, вы можете прокалькуровать зарплату, которую я получила сама, плюс мой муж. Вот. И главное, что, а, я и моя родина никогда не работала на żadной державной службе, так само и чиновника родина не была ни чиновниками, не мала доступа до державных бюджетов. Друге, ци гроши инвестированы, на нерухомість тут в Украине, на відміну від інших багатьох політиків, до входження в політику я честно задекларувала, не переписуючи ні народа, ні на кого, тому що я вважаю, що кожен депутат, якщо він хоче жити по-новому, і не хоче дурити людей, він не повинен переписувати народа. Тому я вирішила, і це моя принципова позиція, суспільством бути відкритим. І тому дуже важливо, якщо аналізувати декларацію, яка буде у меня за 2015 рік, за 2016 рік, і це якраз і буде показником. І якщо б ці квартири у мене з'явилися за рік перебування у владі, виникало б дуже багато питань. І я була одна з співавторів законів про абсолютну підзвітність, абсолютні відкриття реєстрів, щоб будь-хто міг подивитися. Бліць. Считаєте ли ви совмісне голосування блока Петра Порошенка Народного фронту з ОПО-блоком Побєдой? Я вважаю, що спільне голосування за валютні кредити ОПО-блоку, самопомочі Батьківщини і багатьох інших, це була абсолютна поразка для української економіки. Я вважаю, що час розставить все на свої місця. А значить ли це образування нової коаліції? Ні, не означає. Що для вас важніше, кар'єра чи виспитання дітей? Поєднання. Ваша дочь живе в Києві? Зараз з батьками, але буде пережити до Києва. З батьками у Львові? З батьками у Львові. Какі детські книги є, є її любимими книгами? Астрід Ліндровна любить, потім вчить Шевченка, знає декілька віршів. Це питання до самопомоги. Вважаєте ли ви приємливими політичні компромісси для дістіження цілі? Я вважаю, що в політиці мають бути вічними інтереси держави, а не якісь свої персональні амбіції. Упав ли ваш личний рейтинг, з вашої точки зіля, після почти року роботи в Верховній Раді? Я думаю про майбутнє. Мені бать вже мої рейтинги. Ваш муж нескільки місяця назад уволився з компанії, в якій він працював, так? Ні, абсолютно ні. Мій чоловік продовжує працювати в компанії, в якій він працює. Це чергова дезінформація, як те, що батько мого чоловіка працює на митниці. Просто мої допомоги наводили, ну, званили в компанію, наводили справки, їм сказали, що нескільки місяця вже не працює. Я ж готовася к програмію, тому я спрашиваю. Якщо ви готовіться, ви могли мене перед цим запитати, тому що насправді мій чоловік продовжує працювати там, де він працює. Якщо у вас подруги Верховної Ради? В політиці немає друзів. Якка прочитана книга в цьому році произвела на вас найбільше впечатління? От імені страни Сліпченка про дипломатію. Якщо у вас претензія фракція самопомощі? Немає, жодна. Саакашвілі і Ліа Ценюк? А чому немає Костретю? Ну, от зараз, якщо, скажімо, вас б спросили, хто, а в качестве прем'єр-міністра більш приємлив. Хорошо. Коломойський или Льовачкин? Ну, нові правила для всіх. А Коломойський має сплатити 11 мільярдів бюджетів. Був ли у вас розговор з садовим перед исключенням із фракції? Ні, садовий не наважився мені подзвонити. Хотіли б ви повернутися в самопомощі? Ні. Где ви провели літній відпуск? У мене не було відпустки. Я один раз тільки з'їздила в Кані до Шевченка для того, щоб надихнутися і зрозуміти, що Україна не переможна. Не завжди ні на що. Скільки гриві ви тратите на бензин? На бензин 300 гривень в тиждень. Три речі, які ви гордитесь за час депутатської дійсності, це последній питання традиційний. Три речі, які я пишаюся. Це закон про те, що Росія визнана агресією, закони про декомунізацію, трансферне ціноутворення, те, що дуже важливо, антикорупційний пакет законів. Все. Спасибо. Спасибо большое, Анна. Вам було сегодня непросто, но вы держались. Спасибо большое. Что ж, друзья мои, сегодня у нас в гостях была народний депутат України Анна Габко, а я прощаюсь с вами до завтра и говорю то, что говорю обычно. Берегите себя и берегите тех, кого любите. До свидания. Дякую.